Слушайте, я не такой великий политик, чтобы заглянуть в будущее Евросоюза. Я могу только говорить об отношении России и Евросоюза. Естественно, на сильных всегда есть и моськи, и есть и другие сильные. Поэтому мы должны привыкнуть к тому, что на нас всю жизнь совершаются какие-то нападки. Когда был сильный Советский Союз, с нами бороться было тяжело. Нас уважали во всем мире. Потом какое-то время в Переходное мы жили немножко по другим законам и немножко где-то утратили себя. Потом вновь за себя взялись. И вот сейчас сильная Россия, разумеется, никому не нужна. В первую очередь нашим заокеанским, как говорят, партнерам. И они будут делать все для того, чтобы нам хорошо не было. Поэтому поведение Евросоюза, разумеется, напрямую зависит от поведения, от линии за океаном. И, в общем-то, противостояние, оно гораздо выше, чем нам видится. И состоит оно совершенно из другого. В разных кругах говорят по-разному. Но я думаю, что Евросоюз, самое главное, что ими должно двигать, это благосостояние их государства. И сейчас, когда они видят, что от санкций против нас страдают они сами, думаю, что надолго их не хватит. Они сколько смогут будут с Америкой, но в какой-то момент они просто поймут, что чуть дальше они уже начнут загибаться сами. Сейчас они еще пока терпят. Поэтому, конечно, глобально огромный кризис никому не нужен. И мы ждем, когда снимутся санкции, мы протянем друг другу руки. И думаю, что и они также ждут какого-то большого решения для того, чтобы эти санкции отменить и восстановить потери от эмбарго и других экономических влияний. Вот. Думаю, примерно так.